Добрый день, уважаемые. Друзья, позвольте так сегодня к вам обратиться. Полагаю, что мы делаем одно большое общее дело. Действительно, только что состоялось заседание Комиссии по изучению ситуации в администрации города Назарова, на котором было принято решение определить эксплуатирующие организации сетей водоснабжения и водоотведения города, государственные предприятия Красноярского края, Центр реализации коммунального комплекса, ЦРКК. Вопрос для города большой, важный, поэтому заседание длилось почти час. Обсуждали все аспекты этого вопроса и в конечном итоге приняли решение принять такое решение. Необходимость принятия такого решения вызвана в первую очередь тем обстоятельством, что 31 декабря заканчивается срок действия консессионного соглашения заключенного с водоканалом и продленного уже дважды. В позиции УФАС Российской Федерации, которая своим предписанием обязала администрацию города изъять у водоканала имущество, это нужно было сделать еще летом, мы обращались в УФАС с просьбой перенести срок изъятия до 31 декабря, до момента окончания срока действия консессионного соглашения, нам пошли навстречу, поэтому на сегодняшний день оснований не исполнять решение УФАС нет. И с сентября месяца, понимая, что это решение неминуемо наступит, мы занимались поиском компаний, которая могла бы подставить нам плечо, в хорошем смысле этого слова, взять на себя ответственность за снабжение города водой и отведением стоков. И такую компанию мы нашли в лице государственного предприятия Краснодарского края, ЦРКК. Сегодня, как я повторюсь, уже такое решение состоялось. Сейчас задача организовать плавный переход, передачу имущества, нам сначала вернуть его в муниципальную собственность, на баланс, затем передать ЦРКК на обслуживание. Здесь я должен сделать важную ремарку, пометку, что это решение распространяется на период до определения победителя по итогам конкурса на заключение консессионного соглашения. То есть это не навсегда, это именно на этот период. Конкурс этот, как вы знаете, он открытый, будет объявлен в ближайшее время, это будет конец декабря, либо январь месяц, в котором организации, заинтересованные в этом, смогут принять участие. Победителя определит конкурс. У меня все. Сергей Иванович, но в данный момент, все-таки, почему эта компания, для вас принципиально важно, что это государственное предприятие? Это важно, это не определяющее значение имеет, но это важно, безусловно, потому что вот сегодня мы видим позицию водоканала, когда выступали представители, они будут обжаловать одно, они будут обжаловать другое действие, либо шаги наши. И для меня важно, чтобы компания, с которой мы будем в дальнейшем работать, а мы знаем, что процесс может затянуться. Она была надежной, она была понятной. Принятие решений зависело не от руководителя, извините, я в хорошем смысле этого слова, а от позиции собственника, учредителя. И в этом отношении, конечно, выбор государственного предприятия, он очевиден. К тому же, я не исключаю ситуации, когда, оставив, ну допустим, водоканал, продлив, нас увеличили бы в каком-то сговоре. Помните, сколько слухов было год назад по этому поводу? Но мы тогда говорили и говорим сейчас. Мы работаем в рамках правового поля на законных основаниях. Если сегодня, понимая позицию УФАС, судебных инстанций, я понимаю, что у меня законных оснований продлевать нет этот договор, с учетом тех судов, которые были у нас, я этого делать не буду. Мы тогда ищем компанию, которая сможет, как я сказал уже, подставить нам плечо, помочь выйти из ситуации. То есть, та самая передача имуществ для населения, как-то не только заменять, для потребителей. Вот они ходили в абонентское дело, правильно? Это самое главное, что предприятие, что расчеты производили. Для людей, что меняется? На самом деле ситуация очень непростая с технологической точки зрения. Сергей Иванович сказал уже, что состоялось решение, определена дата. До 31 числа все технические процедуры, все процедурные моменты должны быть завершены. То есть, мы сейчас намерены очень плотно взаимодействовать как с руководством водоканала, так и с его собственниками для определения самого механизма дальнейшего взаимодействия. Ни в коем мере не предполагают, что если принято решение с Центра развития заключить договор аренды, ЦРКК находится в городе Красноярске, это не означает, что кто-то из Красноярска сюда приедет работать. Безусловно, это тот же самый линейный персонал, на тех же самых рабочих местах. Добавлю больше. На тех же самых условиях оплаты, без какого-либо сокращения, просто будет либо в 100% составе переведен в новую структуру, либо, как вариант, мы найдем какой-либо другой механизм взаимодействия уже хозяйственных двух субъектов, я имею в виду ЦРКК и водоканал. Возможно, это будут либо договора агентские, возможно, это будут какие-то партнерские отношения в форме заказчик-подрядчика. На все эти переговоры, на принятие решения и на их реализацию у нас с вами буквально три недели. Постараемся найти тот механизм, который позволил бы конечному потребителю, граждану, жителю города Назарова не ощутить никакой разницы, ну, кроме, может быть, лицевого счета в квитанциях, куда будет платить, и название организации, всего лишь навсего. То есть весь технологический процесс должен быть сохранен. Это наша позиция. Противодействия никакого нет? Три недели мы уложимся, нет? Я не могу пока оценить, потому что мы на самом начальном этапе переговоров. Решение принято буквально несколько минут назад. До этого каких-либо сепаратных переговоров мы не проводили, потому что, ну, во-первых, не было для этого оснований, во-вторых, непонятны были условия, на каких и вообще будут ли переданы это имущество в СКК. Сейчас решение состоялось, мы приступаем к переговорам. Сергей Иванович, ну вы, видимо, наверняка заранее знали, что вот будет такая ситуация, которая возникла сегодня. Вы как-то с руководством водоканала встречались, обговаривали, такое исходство будет? Алексей Иванович, с руководством водоканала мы весь прошлый год работали, помните, когда они обратились с инициативной концессией, мы в течение всего года работали. После того, как в августе была поставлена точка юристами, в смысле в суде, мы встречались с водоканалом и говорили, что здесь возможны варианты решения вопросов. Но тогда уже было понимание того, что нам необходимо будет имущество возвращать, я имею в виду в муниципалитет, и тогда возникал вопрос, кто будет. Мы не акцентировали внимание на том, что это будут они, либо не они. Мы говорили о том, что всегда необходимо будет исходить из того, что можете вы, можете не вы, потому что здесь, как вам сказать, всегда можно поставить под сомнение решение администрации, и вот они остались. А была ли передача имущества, был ли возврат? А это сами знаете, либо сговор, либо что-то. Мы решили, по крайней мере я придерживаюсь твоей позиции, что если это возврат, в этом смысле имущества, то нужно его сделать возврат. Потому что мы же с вами, помните, говорили о том, что по окончании срока действия концессии нужно провести детальный анализ того, что было передано, что осталось, что улучшилось, что ухудшилось. И мы эту работу сейчас проводим. И на документарном уровне, я говорил, в 2018 году мы там много списывали этого имущества через оценки, через заключение, через все. И сейчас уже очень хочется, я ориентирую коллег, чтобы пошли и руками потрогали все. Были времена, когда там были руководители, мимо которых это все прошло в силу срока. Но мы-то будем отвечать за это. Я же буду ставить подпись, как я могу поставить подпись под имуществом, перечень которого мне непонятен. Нам это важно, критически важно, посмотреть сейчас, что стало с муниципальными сетями, водопроводными, канализационными там за все эти годы. Коллегам это важно, с точки зрения того, что они на сегодняшний день по договору являются стороной, которая готовит документацию на конкурс. Они за это тоже ответственность несут. И то же, что попало нам, продвигать-то не должны. То есть, вы на предприятиях сегодня готовите документы на конкурс? Да, это по отдельности. Вы уже будете участвовать в конкурсе? Нет, давайте мы разделим эти вопросы. Первое. Мы по договору на оказание услуг еще в ноябре месяце заключили соглашение с ЦРКК. Помните, я искал и говорил, у нас была в Ачинске компания, но там цена была очень большая. Мы искали того. Мы заключили с ЦРКК. Они завершат работу по подготовке пакета документов, сдадут нам по акту приема-сдачи выполненных работ эту работу и все. На какую сумму они проведут? 260, по-моему, тысяч рублей. Что такое? Ну, подготовка. Это отдельная область деятельности, она заключена еще вот тогда. Понимаете? Вот мы, помните, говорили, что ищем и так далее. Мы нашли. Заключили договор. Это отдельный пласт работы. После того, как они сдали нам результаты работы, они вместе со всеми теми, кто изъявит желание участвовать в конкурсе, выйдут на него и без всяких преференций, либо чего, будут участвовать. Это будет совершенно отдельная история. А сейчас, пока вы передаете договоры, вы передаете имущество в аренду или как? Аренда. Будет договор о ренде. Краткосрочная аренда. И он будет продлеваться до тех пор, пока не будет определен победитель на конкурсе, который будет проводиться. Олег Николаевич, вы сейчас говорите о том, что для населения все будет стабильно работать, как и прежний. Но вы хотя бы примерно сегодня понимаете, куда вы заходитесь, чем вам придется работать. Я в плане технической базы, может быть, состояния каких-то объездов. Это вы уже успели хоть что-то посмотреть? Ну, давайте, да, маленько с другой стороны я начну, чтобы тоже было понимание, что за предприятие заходит. Сегодняшний день в ЦРКК на обслуживании, во-первых, мы присутствуем на территории 11 районов края. У нас в обслуживании находится более 800 километров водопроводных сетей, более 300 километров сетей водоотведения, больше 100 километров сетей теплоснабжения, котельных у нас в эксплуатации с общей суммарной установленной мощностью порядка 150-147 мегаватт. Общее количество потребителей, больше 40 тысяч потребителей. И это ни в одном месте, ни в одном городе сконцентрированных, я подчеркну, это распределены, разбросаны по территории всего края. Для примера, по сложности эксплуатации возьмем тот же самый Багучанский район. Схема водоснабжения Багучанского района находится на территории 23 муниципальных образований на поселении. И плечо от Багучан до одной стороны 165, с переходом через Ангару, то есть еще сезонность, и в другую 120 километров. То есть есть сложности, которые мы живем ежедневно. Да, ситуация с имущественным комплексом Назарова, она непростая. То есть имущество, что водозаборные сооружения, что водоочистные сооружения 1978 года, постройки, понятно, что они уже почти на 100% и морально устарели, и физически уже изношены. Безусловно, та организация, которая сейчас эксплуатирует эти объекты, то есть многое сделала, то есть что-то, но это вопрос поддержания работоспособности. Ситуация очень непростая с сетями. Я уже озвучивал сейчас на комиссии, подчеркну еще раз. Более 300 человек персонала, которые имеют свои рабочие места, которые имеют ежемесячную заработную плату, получаются, держат свои семьи. Вот здесь важно, чтобы люди остались на рабочих местах с тем же условием заработной платы, с теми же условиями труда. Что касается имущественного комплекса, у нас везде в России он не простой и не новый, он сложный, и я бы не стал нагнетать ситуацию в отношении именно имущественного комплекса в Назарово. Здесь будет все зависеть, как договорятся два хозяйствующих субъекта. Я очень надеюсь на конструктивную позицию второй стороны. Если, конечно, встать в позу эмоциональную, если эмоции будут зашкаливать, извините за сленг, на злой маме промочу ноги, тогда да, тогда нам будет очень сложно. Тогда нам будет очень сложно, но не смертельно. Поэтому и принималось решение, скажем, не 25-го, не 27-го декабря. И то, я считаю, уже маленько перегретые вопросы можно было раньше решить, чтобы времени на переговоры, на реализацию этих решений, достигнутых переговорами, у нас осталось, возможно, больше. Потому что сейчас нужно будет все так вот в режиме движущегося трамвая на ходу решать, куда ехать и как ехать. Надеюсь, еще раз, третий раз, что меня услышат собственники руководства водоканала и займут конструктивную позицию. Есть нормальные, если не согласны с решениями органов местного власти, есть нормальные законопредусмотренные способы оспаривания этих действий. Но не препятствовать эксплуатации, не препятствовать процессу водоснабжения жителей. Это важно. Абонентская служба пока остается, как есть там? Ну, я повторюсь, это сейчас все будет решаться в процессе переговоров. Абонентская служба будет дополнительное объявление в течение... Конечно, конечно. По мере того, как будут достигаться договоренности, всех будет информировать по поводу того, как и где будут приниматься платежи и так далее, и так далее. Всех поверят, там вызовы, самодельное обеспечивание. Олег Николаевич, Вы сказали, что Вы работаете сегодня на достаточно большом количестве территорий в Краснодарском крае. Среди этой территории есть Балактару, совсем недавно. Правильно, Вы решили? Ну, я не могу, не владея информацией, сейчас прозвучало с УСТ и Васильевны, директора водоканала, что якобы прокурором отменено решение КЧС. Непроверенная, недостоверная информация, на сегодняшний день никаких отмен нет. Еще один вопрос, связанный с тарифами. Тарифы на следующий год, по каким тарифам будет население жить в городе Назарово? Они утверждены для города Назарово еще или нет? Смотрите, что касается тарифов, в Российской Федерации порядок установления тарифов ежегодный, до конца каждого года, в нашем случае на территории Краснодарского края Министерство тарифной политики Краснодарского края устанавливает тариф. Причем обязательно, это уже федеральное законодательство требования, что рост тарифа может быть только с второго полугодия. То есть с 1 января в любом случае тариф не изменится. Здесь маленько в другой плоскости вопрос. В легитимности применения этих тарифов, потому что взимание плату за услугу можно производить только за фактически оказыванную услугу, а услугу можно оказывать владея имуществом. И вот эта цепочка на сегодняшний день и нарушится. Даже будет установлен тариф, допустим, геопатетически водоканалу, вопрос законности применения этого тарифа. Но опять еще раз, все будет зависеть, как мы сможем этот вопрос мирно, ну или не мирно, урегулировать. А у вас есть представление, кто будет, не знаю, представлять вашу организацию на территории города Назаров с 1 января, кто будет руководить? Мы сейчас работаем этим. Спасибо. Спасибо. Есть вопрос, если есть? Есть вопрос со стороны руководства водоканала, либо сегодня?